Смерть Инессы Арманд ускорила смерть Ленина. Он, любя Инессу, не смог пережить ее ухода, писала Калантай. Крупская и Арманд были абсолютной противоположностью друг другу. Характер у Надежды Константиновны был уравновешенный и покладистый. Француженка Инесса Арманд была как удар молнии. Казалось, жизни в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, вспоминал Григорий Котов. Однако, как соратник в революционной борьбе, Крупская была вне конкуренции. Поэтому, наверное, Ленин не оставил жену даже в разгар Романа Сарманд. Специально для Инессы в аппарате ЦК образовали отдел по работе среди женщин. Руководила первой международной женской коммунистической конференцией. Принимала самое горячее участие в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьей. Будучи одной из самых влиятельных женщин в Москве, Инесса Арманд была с почтями похоронена у Кремлевской стены.